всем привет продолжаем играть skyrim сейчас мы в гостях у ярла вайтрана как в этом зовут-то балгру и нужно сейчас поговорить с местным магом насчет драконов пойдемте фаринга я нашел кое-кого кто поможет тебе с изучением драконов давай распарен газ я подробно на пушкина похож фарингер думает что ты мне пригодишься о да он должно быть имел в виду мое исследование драконов да мне нужна помощь чтобы кое-что добыть ну когда я говорю добыть я имею ввиду полезть в опасные руины я уже слазил минной скрижали которая может быть там лежит а может и не лежит уже слазил за скрижалью куда идти что добыть сразу к делу да никаких зачем и почему мне это нравится пусть умники мучаются всякими вопросами верно я узнал о некой каменной скрижали которая хранится в храме я так свалил потихоньку не говорят есть карта смотри типа ну вас нафиг сами разбираться ветреного пика найди эту скрижаль она скорее всего в главном чертоге и принеси ее мне все про все то ты знаешь какого на чертоге нашел ее уже ты вот не про этот скрижаль не про это вот это достижение ветреного пика он у тебя ты из другого теста чем все эти дуболомы которых мне присылают ярлы что насчет моей награды поговори об этом с ярлом или с его правителем а винить чё вы все стрелки тут мечете хорошо заплатил доску то я притащил тебе не ярлу почему я должен с ярлом сейчас разговаривать иди вот сам разговаривать него мне отдавай деньги говню пушкин ну натуре на пушкина похож ты нам нужен неподалеку видели дракона ты там тоже понадобишься не ты а вы поразительно где его видели что он делал на твоем месте я бы вела себя посерьезнее если дракону вздумается напасть на вайтран не знаю сумеем ли мы ему помешать сумеем фаренгар пушкин ты с нами я хочу послушать об этом драконе на чё слушать пойдем посмотришь пошли пошли ну как газону и такая рилет мне сказала что ты был западной дозорной башни да мой господин расскажи ему то что ты говорил мне про дракона ну да он летел с юга очень быстро никогда не видел чтобы кто-то двигался так быстро и что было дальше он напал на дозорную башню нет господин когда я убежал оттуда он летал над ней кругами никогда в жизни так быстро не бегал я думал он точно кинется за мной молодец сынок чем молодец что дарабанул что отлично ты это заслужил ари лет собери-ка стражников и приведи их сюда я уже приказала своим людям построиться у главных ворот отлично построиться там под два коллеги по моему каких-то времени на церемонии друг нет времени объяснять иди убивай дракона я прошу тебя пойти сырье лет и помочь ей в битве с драконом ну я так и сказал так что у тебя больше опыта в этом деле чем у других какие вы все хитрые что быть для фаренгара драконий камень знак моего благоволения я разрешаю тебе приобретать дома в городе и уже отдал соответствующее распоряжение обе ничи и пожалуйста прими этот дар из моей личной оружейной чутом топор мне бы тоже стоило они железный щек хочу посмотреть на этого дракона нет вами обоими я рисковать не могу без тебя здесь не обойтись ищи способы как там защитить нигде поэт пиши стихи нак точно и последние реле я посылаю тебя не на смерти не за славой мне надо знать с чем мы имеем дело не тревожьтесь господин я буду воплощением осторожности да лучше ты там воплощением доблести наверно было бы воплощением осторожности разбойниками я еще могу справиться но теперь так драконы объявились я не побегу не так прямо за ней хотя пойдемте сейчас же там ночь вроде бы как я ночью сюда перед приперся ты но если ночь тогда я сейчас в таверну пусть они там ждут меня строятся ждут а я пока отдохну покушать надо и поспать это если ночью я не помню там я же ночью до приперся в последней серии по моему да опять эти долгие загрузки булава такая ничью это ибанитовая до помогла ибанитовая булава да это стандартная катет не артефакт не какой обычная она вечер стоп или утро как тут смотри ты 6 утра ну ладно ладно пойдем а имелит мочить рептилию любитель таласа за драконьего предела говорит что твоя помощь была неоценена благодарю тебя от имени всего бойца ну чё ты пошли и чё ты встала но баба сейчас пока на тренинг все я это не что-то не так построились она я думал вас двое тут вас четверо ну-ка на западную дозорную башню напал дракон только этого не хватало все верно я сказала дракон не плевать откуда он взялся и кто его послал но на вайтран он напал зря это я знаю наверняка деловая как нам победить дракона хороший вопрос никто из нас раньше драконов не видел и не собирался с ними сражаться но теперь бой с ним неизбежен это вопрос чести этот дракон ты чё смотришь на меня а чё вы вообще все вылупили с ним вон она с вами разговаривает если сбежите от чудовища или вы оставите меня с ним один на один чё за пессимизм это первый дракон который появился в скайриме за много веков убив его мы прославимся если вы со мной конечно тебе только прославится наконец-то курица отойди мы дракона идем валить сейчас загрузка еще двухчасовая ну покажите хоть картинку какой-нибудь черт в темный экран пялить что да долгие загрузки так чё у нас сейчас по плану то убить дракона вернуться к балгруфу чем-то он там вручит нам потом разрешит покупать имущество но денег пока нет домик купить взять задание на дерево великое древо это или как она называется по моему да великое древо в храме вроде бы в храме берется и отправляться в рифтон лошадь я покупать не буду на полоски доеду пешком не хочу переться доедем на полоски и там уже начнем там коня отмутим себе гильди воров ступим хотя нет я задание на дерево сейчас брать не буду потому что со мной увяжется там чувак один его обязательно надо будет довести вместе с собой потому что если его не довести то миссия как бы запориться там короче он нужен там будет чуваками болезнь что так долго грузится то вообще долго напрягает вот это ожидание бестолковое что такое ощущение что уже никогда не загрузится вообще долго да скорее всего надо перезаходить но уже больше двух минут вот все пошло наконец-то ну прошло и полгода арилет газу не тратим время раз-два раз-два так а вы чё а вы уже туда сбегали наверно пока я загружался и назад вернулись ну подумали что мы засадимся или нет но на это башня надо было лекарств докупить брусниковки небо ясно а вон там как будто самолет прилетел дракон наверно как эти полосы называется самолета мне это хотя не похоже ну что вы так долго телепаетесь давайте поднажмите поднажмите не разбредаться от 2 от 2 за мной так там пожар у них дракон беспределил развлекался вот пока шник ну что вы встали пойдемте похоже дело скверное но мы должны выяснить что произошло и не затаился ли этот дракон где-то поблизости разойдитесь и ищите уцелевших нужно понять с чем мы имеем дело никто не уцелел а нет хотя там кто-то встретит честно ну че-то никого нет назад он до сих пор где-то здесь он схватил хроки и тора когда они просили спешить откуда ты вылез так что то я не пойму тут все как-то по-другому сделали теперь туда наверх не залезть что ли а вот что я совсем уж заблудился блин чуть не попался дракона когти товарищ дракон мурмур мурнил мурка за все понятно гад такой где он и посмотри как кто-то говорит это он говорит какая отмага так летит тебя где-то там преломился ничего не поймут вон колупать ножиками не хочу грингора бить убежал червяк ах ты достался таки мурнил так лечимся в принципе это обычный дракон легкий но только вот название у него мир молнию как весело со смертного говорю веселиться гад сейчас тебе не до веселья будет думал он опять в меня целиться так ребята мне надо его убить не добивать не подсасывать фраги ну вот и заколупал его фаталики на тебе позвоночник сейчас я спущусь а мы его прикончили глазам не верю хорош пасть по рулам да успокойтесь чего вы очкуете я уже сто раз так делал не боись так крики тут на какую-то неудобную клавишу по моему ну-ка ну что я натворяю это лучше управление отдельно активировать так карта крик талант за это мне она неудобна вообще это клавиши поэтому вот так сделаем ну чё пацаны ништяк кстати кок надо же собрать кости с него дракония кость броня остороживает раны это наверное того пессимиста он сожрал который вначале ты говоришь на кранты нам чешуя стрелы мои стальная стрела ну все это мне не надо просто не могу поверить ты давакин да я такой а что это такое вообще в самых древних сказаниях о временах когда в скайриме еще обитали драконы дракон рожденные убивали их и крали их силу это и почему крали так ли забирали поглотить силу дракона я же не втихаря к нему подошел и похитил душу крали ты мне тут за базаром среди крали я у него забрал ее душу есть только один способ проверить попробуй крикнуть сказания говорят что только драконы рожденные могут кричать без предварительного обучения как и драконы держи ну что еще такое а не надо точно не изучить наверное его нет так крики безжалостная сила да нет а ну ее выбрать надо я уже забыл как пользоваться этими криками держи держи как сам тайбер септим что то не припомню чтобы тайбер септим убивал драконов не было тогда никаких драконов бесталач они только сейчас появились в первый раз за целую вечность понял бестулач но в древних легендах говорится о девакинах смертных которые могли убивать драконов и красть их силу айрилет там тихоря думает чё чё такое что скажешь ч ляпнуть чтобы ей досталась слава скажи ну-ка ну-ка сейчас завидовать начнет но она уже завидует кое-кому лучше бы прикусить язык вместо того чтобы трепаться о вещах в которых вы ничего не смыслите перед нами мертвый дракон вот это я понимаю это значит что его надо будет а всякие там легенды о людях драконах меня не интересуют кто-то может убить дракона и слава богам тебе этого не понять хускару ты же не норд я объездила весь там рель и видала куда более странные вещи советую вам полагаться на собственную силу а не на сказки и легенды это же был самый настоящий крик будь я проклят значит ты точно деваки значит точно все все успокоились я могу идти давайте пацаны там в драконе еще осталось кое-что забирайте олень что-то живет трапку щипает вот целый лось хотя нет олень или лось или лось так спрячем оружие найдемте а еще крапию надо будет раздобыть по квесту дерево волшебного дерева великого да для начала нужно раздобыть крапивник ладно сейчас возьму тогда квест там может быть между делом буду окажусь там где этот крапивник заберу его а зовут меня седобородные раскричались мы увидели сверху что дракона нагнули тут а а сейчас опять загрузка это трехчасовая так уровень шестой надо поднять а качать еще что нибудь что качать наверное скрытность сейчас еще качнуть карманные кражи надо качать я не хочу вот так вот их карманные кражи как на их 5 их 9 качать ну то есть неудачная кража заново загружаешься опять пробуешь неудачно опять таким макаром лучше уж по нормальному все ну попался значит в тюрьму поймает значит ну судьба такая пусть так будет все так но все со скрытностью прокачать, но тоже как-то не хочется заниматься этим, ну по крайней мере пока что хотя да можно было бы скрытность прокачать на максимум в легкую да загружайся ты уже даже не знаю, можешь правда выключать запись включением-выключением как-то трудно ориентироваться сколько уже записал, потому что ну тут информация выводится, включаешь записи, информация выводится сколько файл весит, сколько уже времени прошло а каждый раз запоминать эти кусочки, а смотреть на часы на отдельные тоже иногда забываешь во сколько там начал мы не причиняем никаких хлопот мы только хотим найти ее ты с кем разговариваешь? а? сдумал что ли? мы вернемся, мы это так не оставим ты ты мы кое-кого разыскиваем вайтране и хорошо заплатим за сведения об этом человеке кого ищете? женщину она не отсюда редгардка, как и мы она наверняка живет под чужим именем мы заплатим за любые сведения о том, как ее найти нам не рады в вайтране так что ищи нас в Рорикстете если что-нибудь выяснишь зачем вы ее ищете? это не твое дело тебе нужно лишь знать, что за эти сведения мы хорошо заплатим если тебе не интересно, можешь просто уходить это ты можешь просто уходить пошел вон отсюда мы ее со временем отыщем удачи эта война такая же глупость, как вражда с кланом Серой Гривы че тут? шкура не хочешь попадаться в наемнике? а мой дел, дело как хорошо тебе я пришла купить еду дерьмо сейчас сразу возьму крест так, вот это храм да или надо на скамейке там кто-то сидит поговорить или в храме тут с кем-то ну даже храм долго загружается, а там ничего нету две калеки валяются на столах табуретка а че такое свет непонятный? нифига себе здорово, агит да анатолий Йенсен что тебе нужно имперец? мне нужно квест взять все горит что за сияние такое непонятное? а это наверное из-за программы которая убирает тени как же плохо никого тут больше не дает а вот их обычно лишь ты женат всегда обращайся все мужики один да что ты все что не хотите как хотите сейчас погляжу там еще на лавочке никого нет в козыря заходился загрузку быстро загрузилась на держи благословят боги твое доброе сердце спасибо почему ты пришел лишь это бренуин сказал мне так делать только он один был добр ко мне с тех пор как как мама умерла мои дяди и тети забрали нашу ферму а меня выгнали сказали что я им не нужна кто такой брену вот она подошла вот это мадам могу взять их сидеть нет пока я не могу тебе взять к себе сожалению у меня у самого даже угла нет что какая жалость вот ты расскажи мне об этом дереве это злота лист его послали заре существования вайтрана последователи киноред ощущали его святость и приходили со всех краев чтобы услышать ветер богини в его ветвях они возвели этот храм конечно сейчас паломников куда меньше что особенного в этом дереве к востоку отсюда есть тайная роща там и растет великое древо да красивое место живое существо в скайриме а может быть и во всем там реале наше дерево здесь в городе выросла из его победа через него до сих пор можно ощутить величие родители даже одно из имен его злато древо отголосок того имени а можно как-нибудь его оживить я думала об этом такие деревья не умирают они могут лишь заснуть думаю если бы нам раздобыть капельку сока материнского уж ты батон этот разговариваешь с батоном но даже если ты доберешься до великого древа тебе не пробить его кору обычный металл его не возьмет какое нужно оружие великое древо старше любого металла она родом из тех времен когда не было еще ни людей не эльфов тебе придется прибегнуть к древней магии чтобы добыть его сок тебе придется сходить к ворожьям и я слыхала про оружие которые они сделали чтоб приносить в жертву сприганов она называется крапивник я бы сама пошла за ним но боюсь ворожей до смерти я заберу крапивник твой дух силен дуновение киноред направит тебя на истинный путь это оружие хранится в логове ворожей у одинокой скалы хорошо так давайте ка прокачаем а ну один пир только так что же я хотел кузнечное дело тоже надо качать а можно шашку выковать и классно первое то чего у нас тут остальные вот как раз и шашку можно будет по моему она и сталь них блокирование двуручники тоже охота и вообще все охота прокачать чтобы разными пользоваться навыками а не тупо вот лук и хинжал всю всю игру для видео охота все попробовать скрытность злом карманные кражи но даже не знаешь чтобы тут давайте легкую броню что пошустрее бегать ну здоровый дворец конечно пока все обработается загрузится накаляет призреваешь что еще это могло означать седобородые мы только что тебя вспоминали мой брат хочет с тобой поговорить какой брат а так он у тебя брак он ярл балгару брат так сторожевая башня разрушена но мы убили дракона я знал что могу рассчитывать на реле я хочу услышать подробности возможно я давать и дракона рожденный давать им что ты знаешь о дракон рожденных это допрос когда дракон умер ко мне перешла от него некая энергия значит это правда седобороды и действительно призывали тебя у голоса седобороды мастера пути голоса они живут в уединении на склонах глотки мира что эти седобороды от меня хотят говорят что дракона рожденные обладают великим даром голоса способностью направлять жизненную энергию в ту ум или крик если ты воистину до вакин они смогут научить тебя использовать твой дар ты помнишь тот ужасный грохот по дороге вайтран это был голос седобородок что призывал тебя на высокий хронгар такого не случалось уже по меньшей мере несколько веков последний раз призыв получил сам тайбер септим еще в бытность свою талосом отморским хронгар успокойся какое отношение ваши нордские бредни имеют современности наш друг конечно молодец но он определенно не какой-то там дураки нордские бредни ах ты надутый невежа да это же наши священные традиции мы блюдем их со дня основания первой империи хронгар не будь так суров савиничи простите не хотел никого обидеть ну что им от него нужно этим седобородом это дело седобородок не наш что бы ни произошло во время убийства дракона тебе что-то открылось и седобороды это услышали если они считают что ты давакин то мы такие чтобы с этим спорить а ты немедленно отправляйся на высоких ротгар когда седобороды зовут медлить не принято это огромная честь подождут не растает я тебе завидую вновь подняться на 7000 шагу однажды я совершил туда паломничество высоких ротгар мы пойдем еще раз прогуляешься очень свободны от всех треволнений этого мира удивительно что седобороды и вообще замечают что тут внизу творится раньше им до нас дела не было неважно отправляйся на высоких ротгар узнай что поведают тебе седобороды чего раскомандовать и твою помощь не забудет мой город и не забуду я ну вот это другой разлива я нарекаю тебя таном вайтрана это величайшая честь которую я могу тебе даровать я назначаю лидию твоим личным кускарлом а это оружие из моей оружейной будет символом твоего звания я также сообщу страже о твоем новом титуле мы же не хотим чтобы они думали будто ты из черни верно мы рады видеть тебя среди танов нашего города давакин за работу провентус нам надо защищать город иди работой так я перегружен и не могу бежать сколько у денег зоны тысяч стоять 5000 дом ну ладно хрюстый надеюсь тебе понравится в драконь и пределе до хранят тебя боги в битву вдруг так ну что пойдемте в рифтон насколько я там перегружен час по продавать это но это я долго так добираться буду зелья у меня там нет которая облегчает запасы сил нет это все не то перегруз 309 жратвы тяжелый нет никакой вес не 5 вон овощной суп сожру кусок сын да это все фигня может быть этому продать чем-нибудь а кстати снять зачарование но топор вайтрана я скорее всего не буду ломать он не дорог как память а вот что-нибудь другое так снять зачарование вот это вот древненовский меч холода нафиг железный щит блокирования нафиг синий одеяние мага тоже кольцо молодого дворянина о кольцо еще с 1 эти крадели чем ну вот перебежать смогу давайте кольцо на пяне отлично все ярл назначил меня твоим хускарлом для меня честь служить тебе что я там что это значит ярл признал что ты имеешь особую ценность для этого владения ты герой титул тана это почетный дар за твою службу если скажешь страже кем ты являешься они могут закрыть глаза я депутат у меня неприкосновенность так что она говорит что делает хускарл я присягаю тебе на верность как своему тану я буду охранять тебя и твое имущество ценой своей жизни у тебя я не хочу в напарники брать я хочу кота взять напарник так что гуляй вася катана надо будет отыскать и его взять напарнички не помню как его зовут ну вот такое кошачья и миг типа раджара раджира джавира чё-то такое короче он в эбонитовой кольчужки такой ходит дерется мечом как ни странно там не луком не кинжалом ну кошак это все таки как бы вор а этот нет этот войн хотя он какой по-моему особо так и ни о чем но он веселый такой такие фразочки у него да и просто кот напарник интересно клянусь из мира тебе удалось убить дракона да можешь не клясся и так знаю все идем в рифтон едем вернее пешком я туда не попрось нет не могу девочкой от моим папой сейчас быть не тебе пристроить то нигде в гильдию воров жешь не потащу тебя там такие отморковые дорожки она домик дом теплых ядров у меня нет пока денег но потом обязательно подъемте так а ну-ка что я делаю я тебя еще продать тебе хочу что-нибудь вот например длинный лук забирай секиру так охотничий лук топор владения вайтран не продам и раз а братьев бури забираем их новая броня на забирай раскрашенный железный щит тяжелую броневикингов тоже забираем все покупать и ничуть и не буду и карманные кражи надо прокачать до хотя бы до перка не вообще хотя карманные кражи надо все прокачать но сейчас первую очередь до перка накладные карманы там увеличивает грузоподъемность хороший перк и он достаточно быстро открывается то ли второй то ли третьим по счету накладные карманы пригодятся и вообще конечно все надо прокачать карманных кражах там и яд можно будет подбрасывать и оружие воровать экипированное и одежду прикольно зашел куда-нибудь подземелье обокрал там всех воров воров бандитов стоят голожопые еще и ядом подросил души можно будет обменивать на перки но не на перки а на очки которые обмениваются на перки драконов тут дофигище а еще стоит мод на покупку перка можно купить зелье перка но но там по моему дофигище стоит поэтому не знаю буду я прибегать то ли 20 тысяч то ли 40 но дорого очень одно очко на перку стоит зелье лучше души жертвовать все равно так веселее чем просто тупо там в каком-нибудь в артмане накинуть и сколько угодно перков лучше так так более-менее честно все так разрабами не предусмотрено конечно мод все это пусть кто-то говорит что там читерский но я не считаю что читерский все нормально тем более для видео охота разными навыками пользоваться они зацикливаться на кинжале с луком так ну покупать я лошадь не буду все едем в рифтон он стоит повозка можно было бы вот эту купить конечно а можно и украсть но я не буду сейчас я ее украду и брошу там зачем так делать у меня мороз сейчас будет хочу нанять твою повозку ну куда едем в рифтон залезай в повозку и отчаянил если первый раз обязательно сходи на медоварню черный вереск сходим везде зайдем везде зайдем в недоварню черный вереск и белый вереск и в буйную флягу и везде рифтон первый город который будет будем осваивать не хочу еще с вайтране тусоваться потом но все драконы уже летает кстати к седобородом тоже надо заглянуть а скорее откроется второй перк безжалостной силы второе слово новый уровень даст вам бонус с помощью которого можно повысить здоровье магии запас сил чем дольше вы удерживаете кнопку тем сильнее будет ваш клик вот интересно на мышке эти клавиши боковые они работают долго долгое удерживание срабатывает потому что я помню кто у меня их 7 что ли было какая-то я не помню уж какая там вот она не работала долгое удерживание то есть нажимаешь на неё и она как однократное нажатие было не работало долгое удерживание посмотрим тут будет работать нет у меня сейчас тоже многокнопочная мышка но не x7 меч какой-то как пластмассовый имперский остроты не ощущается вот смотришь на него как пластик только цветом сталь напоминает а вот две мерзкое кстати оружие она вообще ни о чем она как латуневая по виду как будто этих краников какие-то сантехнических наплавил и сделал оружие но что это за оружие из латуни какой-то вот некоторым нравится для мерзкие там броня оружие она совсем не нравится именно исключительно из-за вида его металл какой-то не оружейный металл так чего кто вас потревожил о ее моем трой главное не повредить час охранник а то они начнут рыбаться всю битву идите по местам и сейчас буду стоить жив тролля шкуры пищевого тролли хочешь войти дрифта плати гостевой налог обойдешь свой хочешь войти брифта плати гостевой налог чё ты по 100 раз на повторяешь за что взимается кладу за право войти в город а тебе какое дело нифига себе какое дело ты просто вор а воров я убиваю ну хотя я сейчас сам буду в нигде воров состоять мне-то казалось ты умнее это же вымогательство лад только шум не поднимай хочет чтоб все услышали пропущу дай только ворота отопру в этот все коррумпированные уже в доску я смотрю будем бороться с коррупцией в ритме плати ему ништы соломиных мотоботах прими один совет не слушай что бороться вот сколько риск кстати можно поменять вознешний миссии да ладно нормально все несите лиц хотя там на морде что-то черное пятно круто видимо тебе что-то намесил скульптур так надо наверно останавливать уже запись сейчас там первый навязчивый персонаж появится поговорим с ним сразу на входе партически стоит которого нельзя обойти принудительные диалоги появляются только дымок появился а когда рифцын появится может мод убрать этот на оружие где раскрашенные щиты и вот эти вся эта фигня хотя он как-то все равно разнообразие какое-то вносит когда он совсем без модов он отлично идет skyrim когда начинаешь добавлять постепенно постепенно и фпс падает и были ты начинаете но пока что без вылетов ты посмотри как долго городишко то еще меньше вайтрана а соли тьют сколько будет грузиться интересно на две серии надо будет один только заход соли тьютер снимать первой серии заходим во второй серии гуляем соли тьют вообще же огромный какой-то мод ставил добавляющий людей хотя он и сейчас у меня по моему стоит а может и нет и убрал в общем дофига людей добавляется которых обворовывать то можно покупать или что-нибудь так вот я с этим модом вообще там не мог слетит зайти долго грузилась но там реально оживленный такой город становятся но у нас и города добавляет но особенно в соли тьютом очень дофигище я тебя не знаю ты в рифта не нарываешься на неприятности отчету сразу такой агрессивный то я тут просто него прохожу тогда у меня для тебя новость тут ничего интересного нет это у меня для тебя новость что чтобы не весь кто завал нос в их дела чего расскажи мне о синей черный вереск семья черный вереск заправляет всем в рифтоне а гильдия воров прикрывает им спину так что лучше не лезь в их дела я я кувалда да я не спрашивал кто-то улица если захочешь узнать чью-нибудь грязную подноготную обращайся но готов монету ты чё копаешься во всех грязных подноготных ну-ка по угрожать муж ему а не смеши меня держись подальше от черного вереска дольше проживешь все валют сюда есть разговор это ты кому мне сам сваливаешь или еще кому-то засранец ну ладно давайте на этом уже законченную на серию когда ты брал деньги ты обещал вернуть их срок и с двойными процентами я знаю да но откуда я мог знать что каравана грабит следующий раз поменьше болтая своих планов и ничего с караваном не случится что неужели это вы его ограбили за что почему вы это со мной делаете слушай шатер отставили плати или будет хуже меня интересует только золото все остальное твои проблемы как цинично с твоей стороны а баба работягу нагло обманывать так и украдывать ладно держись шатер следующей серии с тобой поговорю и помогу а пока на этом все всем пока